Тагил Еврострой Прямо сейчас расскажем вам о событиях уходящего дня. Пришли дожди, вновь плачут крыши. На этот раз кровля прохудилась в многоквартирном доме по улице Тагильская. Хватать дыры коммунальщики не хотят. Где искать спасения? Жители Красного Камня не ждут новый учебный год. Виной тому разбитая дорога в 15-ю школу. Проверить участок выехали инспекторы ГИБДД, где еще есть нарушения. На чемоданах больше не сидят. Артисты драмтеатра перебираются в городской дворец молодежи. Переезд на время реконструкции. Будет ли открыт новый театральный сезон? У себя дома без крыши над головой. Жители пятого дома по улице Тагильская заливают дождем. Срочного ремонта требуют кровли бывшего общежития. Люди не раз обращались в управляющую компанию. Однако лотать дыры коммунальщики не хотят. Где искать спасение? С жителями встретился Алексей Алексеев. В комнате Валерия Попова после вчерашнего ливня воды было по щиколотку. Убирать ее инвалиду пришлось и сегодня, всю первую половину дня. Пострадал не только житель верхнего этажа, но и соседи снизу. На Тагильской 5 с крыши течет не один год. Кровлю необходимо ремонтировать. Там вообще нет крыши. Всю обшивку, железо все сдуло. Крышу сорвало, они сдали на металлолом. Сейчас там одни дожки. По словам жителей, обращение в управляющую компанию они направляют с мая. В ответ регулярно получают обещание сделать ремонт. Однако ситуация не меняется. Последний такой разговор состоялся буквально накануне. Обратилась я к Смирновой Ирине Анатольевне, директор Смирана. Компания ООО Смирана. Она сказала, что я отправила кровельщиков, а их и не было. Претензий к управляющей компании накопилось множество. С тех пор, как здание было передано Высокогорским горно-обогатительным комбинатом муниципалитету и стало обслуживаться Смираной, жить здесь стало просто невозможно, говорят люди. Конечно, здесь неплательщиков много, может быть, поэтому у нас ничего не делается. В данный момент у нас большинство тут не платит, проживает. И неработающий континент здесь живет. Я не знаю. Мы уже все готовы отсюда съехать, но некуда ехать нам. Заявление в прокуратуру с требованием привлечь управляющую компанию к ответственности от имени Валерия Попова написала его мать. Сам мужчина не может покинуть комнату. От сырости входная дверь разбухла и не закрывается. Алексей Алексеев, Вадим Усков, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. Путь к знаниям закрыт. Новый учебный год не ждут жителей Красного Камня. Виной тому дорога к 15-й школе. Там битый асфальт. Проверять участок намерены инспекторы ГИБДД. Они уже заглянули и в другие учебные заведения. Какие нашли нарушения и кто их будет устранять, расскажет Анна Хабарова. На эту дорогу Екатерина Сорокина смотрит из окна уже порядка 20 лет. Каждый год рассказывает, с грустью наблюдает за проходящими по ней первоклашками. Прилегающих к дому тротуар никогда не благоустраивали. За десятилетия он начал разрушаться. 1 сентября дети пойдут в школу. Вы только поглядите, по какой трассе дети пойдут в школу. Почему нету таких людей, которые бы интересовались, что и как у нас здесь сломано. Ведь это длится со дня сдачи домов. В доме напротив те же проблемы. Чтобы добраться до городской детской больницы и 15-й коллекционной школы, нужно из дома выходить с запасом времени, говорят жильцы. Пока обойдешь все ямы и трещины, рискуя сломать ноги. Галина Тревогина об этой проблеме писала уже и депутатам, и в администрацию. Восстановить асфальтовое покрытие обещали еще во втором квартале 2013-го. Но работы так и не начались. Наверное, лет пять назад у нас построили кафе «Стар». Когда прокладывали теплосети, значит, как сказать, нарушили покрытие тротуарное. И до сих пор мы не можем добиться, чтобы нам его восстановили. Между тем, территории, прилегающие к школам, сейчас проверяют сотрудники ГАИ. До коррекционной 15-й пока не добрались. В первую очередь инспекторов заботит безопасность школьников. По замечаниям они выписывают предписание дорожным службам. Уличные дорожные сети возле образовательных учреждений оборудовать, обустроить искусственными неровностями, техническими средствами дорожного движения, знаками, ограждением. Надеюсь, это приведет к положительному эффекту и аварийность в нашем городе снизится. Над устранением недочетов дорожники уже работают. Установили 19 искусственных неровностей вблизи школ. Все замечания они должны устранить к концу августа. Пока одни заботятся о маршруте учащихся, другие готовят для школьников форму. К новому учебному году одежду бесплатно получат дети из малообеспеченных семей. Для приобретения комплектов из областного бюджета выделено 64 миллиона рублей. На эти деньги оденут более 32 тысяч твердовских школьников. Костюмы сначала развезут по школам области и уже там передадут многодетным и малообеспеченным семьям. Одежда изготовлена на вырост, рассчитана на два учебных года. На чемоданах больше не сидят. Артисты драмтеатра покидают родные пенаты. Перебираются в городской дворец молодежи. Переезд не навсегда. На время реконструкции храма искусства. Сколько будет длиться ремонт и будет ли открыт новый театральный сезон? Обо всем по порядку расскажет Анна Хабарова. Их первый день после отпуска начался не с обычных репетиций, подготовки новых спектаклей. Собирают вещи. Актер Юрий Сысоев драматическому уже 14 лет. Родные стены покидает с надеждой на скорое возвращение. Как будто в нашем театре любимом, дорогом произошел пожар. Вот знаешь, как говорят, переезд тоже самый хуже, чем пожар. Вот тоже самое. Очень неохота переезжать из дома. Ну, что делать? Зато будем надеяться, что заедем в новый, красивый, замечательный театр. Костюмы, реквизит, декорации, десятки коробок, ящиков и чемоданов переезжают из драматического театра во дворец молодежный. Строительная компания из Екатеринбурга уже приступила к работам. Основные финансовые затраты предусмотрены на реконструкцию сцены. Под параметры зала будет изготавливаться особое оборудование. Ну, конечно, некоторые моменты у меня вызывают тревогу, потому что реконструкция сцены – это основной этап, это механика, звук, свет. Поэтому от того, кто будет все это делать, какая будет аппаратура, зависит дальнейшая наша жизнедеятельность. Свою работу труппа театра не прекращают. Уже в сентябре на разных площадках города обещают показать порядка 20 спектаклей. Для новогодней программы Сергей Носов пообещал предоставить сцену общественно-политического центра. И это не единственный сюрприз, который будет жать тагильчан в новом сезоне. Я бы сказал так, о премьерах мы поговорим чуть позже. Нам сейчас бы перевести, понять, насколько мы можем производить, сколько будем тратить времени на подготовку спектакля. Потому что если раньше мы были, скажем так, предприятия закрытого типа, где все производили сами, то теперь, скорее всего, большую часть декораций нам придется заказывать на стороне. Это дополнительные расходы. Дополнительные расходы, но на них заработать еще. Второе новоселье в обновленном здании работники драматического планируют отметить через год. Анна Хабарова, Александр Штраух, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. Буквально сегодня стало известно, на реконструкцию театродрамы дополнительно выделены деньги. На ремонт из области направят еще 40 миллионов рублей. Решение принялись сегодня на заседании правительства Свердловской области. Предприниматели одарили детсадовцев. В дошкольном учреждении «Колокольчик» установили игровую площадку. Теперь у ребят появилась современная песочница, летний домик и даже собственный паровоз. Чем в ответ порадовали дети? Смотрите в репортаже Анны Степановой. Завистью у нас на великой стеже, за тобой не назовем. Стихами, танцами и патриотическими песнями встречали важных гостей и малышей. Смело улыбались незнакомым людям. В зале родители и спонсоры. Площадку ребята ждали давно. Горок не хватало. В садике 237 воспитанников. И глава города пообещал, что дети увидят подарок в качестве детской игровой площадки. И он свое слово сдержал. При этом были привлечены и другие участники благотворительного проекта. Такой подарок и решили сделать ко дню города и 50-летию дошкольного учреждения. Администрация Ленинского района объявила благотворительную акцию. Отозвались на предложение около двух десятков предпринимателей города. Очень много разных проектов было реализовано. В том числе мы решили посмотреть на состояние наших детских дошкольных учреждений. И, наверное, сегодня реакция детей, которые играют на этой детской площадке, это самая высокая оценка того, что мы приняли правильное решение и объект у нас получился. Площадка полностью соответствует всем санитарным нормам и требованиям безопасности. На горках и качелях нет острых углов. Материалы экологически безопасные. Установить оборудование удалось всего за два дня. Игровой комплекс стоит порядка 250 тысяч рублей. На мой взгляд, это очень полезный, очень значимый вид деятельности. Помогать детям, помогать школам, помогать ветеранам. Поэтому мы социально ответственные предприятия. И во всех возможных для нас проектах готовы участвовать. Открыли площадку дети. Воспитанники старших групп Гудбой перерезали красную ленту. Родители. Очень здорово, нам очень нравится. Мы очень рады, что организовали такую площадку в нашем детском саду. Все нравится, детям нравится. Все участники благотворительного проекта получили благодарственные письма от администрации района и символические подарки от воспитанников. Колокольчики из теста – символ детского сада. Анна Степанова, Александр Штрауф, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. Ближе к звездам. Сегодня ночью небо озарит метеоритный дождь Персеиды. Начнется звездопад в 6 часов утра. Однако тагильчанам увидеть небесные светила могут помешать облакам. Они затянули небо, по прогнозам синоптиков, до четверга. И мы напоминаем – радуйте позитивом и получайте призы. Победителем на лучшую новость от телезрителя по итогам минувшей недели стала Нина Трошина. Она сообщила нашу редакцию о необычном турнире. На горе Белое состязались газонокосильщики. Участникам соревнований было необходимо на скорость подстричь и собрать траву в сток. За то, что новость сообщила, Нина Трошина получает приз от спонсора рубрики. За лучшую новость от телезрителя мы вручаем вам сертификат на двоих от «Экстрим-клуба Адреналин». Поздравляем. Очень приятно получить такой неожиданный подарок от телекомпании «Экстрим-клуб ТВ». Первый раз получаю подарки за участие в каком-либо конкурсе. Планируем в дальнейшем также сообщать вам приятные новости, интересные, удивительные. Получите подарок и вы. Для этого необходимо сообщить интересную новость. Оставить сообщение можно по телефону 4195-51 или на сайте tagildefistv.ru. Приз на этой неделе – набор для садовода от спонсора рубрики «Магазина Солнечный сад». На этом у меня все. Слово передаю Анне Хабаровой. Она расскажет о значимых событиях в области спорта. Всего доброго и до встречи. Компания «Тагил Еврострой». Строительные работы любой сложности. Красивый дом под ключ или ремонт квартиры, офиса. Нет ничего невозможного. Качество. Гарантия. «Тагил Еврострой». Телефон 46-22-36. Оплатим ваш кредит досрочно. Финансовая компания «Проинвест». Узнай свои возможности по телефону 8 800 555 27 76. Звонок бесплатный. Наш адрес – Нижний Тагил, проспект Мира, 40. Рубрику представляет компания «Сенегорье». Отряды мэра научили уличной гимнастике. В досуговом центре «Мир» представители воркаута нашего города показали школьникам из трудовых бригад чудеса гибкости. Мы показывали, какие элементы мы умеем, то есть базовые элементы самого легкого, начиная до самого сложного. Это мы проводим, для нас это очень недавно начали новые, то есть показательные выступления для того, чтобы просто привлекать людей, молодежь, чтобы молодежь занималась этим направлением, потому что достаточно интересное направление интеллекта. Молодежь из отрядов мэра команда «Стритворкаут» собирают впервые. Для ребят сделали не только показательные выступления, но и провели мастер-класс по базовым упражнениям. Тагильчанин снова стал лучшим. Летающий лыжник Вадим Шишкин вернулся накануне из города Чайковский. Там он завоевал второе место на шестом этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Опередил его спортсмен из Перми Артём Мутев. Тройку лидеров замкнул Алексей Ромашов из Санкт-Петербурга. Спутник набирает обороты. Две победы подряд одержала тагильская ледовая дружина. Кубок ураво-вагонзавода стартовал в выходные. Сначала спутник разгромил ямальских стерхов. Матч тагильской команды начался с атак хозяев турнира. Уже на третьей минуте они открыли счет. Тони Дауман точным броском шайбы поразил ворота Павла Попкова. Гости в долгу не остались. Ренат Шамсулин пришел на помощь своей команде. Однако через 15 секунд Руслан Нурдинов вывел спутник вперед. Две шайбы во втором периоде и еще три в третьем. Итог матча 7-1 в пользу тагильской ледовой дружины. Еще одну игру провел спутник с челябинским челметом. К слову, в прошлом сезоне нынешний тренер тагильских хоккеистов Евгений Галкин возглавлял эту команду. Основное время завершилось ничью 1-1. В серии буллитов победу нашим спортсменам принес точный бросок Асхата Рахматулина. В эти минуты спутник сражается за победу против Зауралия. Завтра пройдут финальные игры и закрытие турнира. Анна Хабарова, Вадим Усков, Анатолий Тютин. Новости спорта Тагил ТВ. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье». И вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская». Залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Рубрику представляет «Сенегорская». Компания «Сенегорья». Отряды мэра научили уличной гимнастике. В досуговом центре «Мир» представители воркаута нашего города показали школьникам из трудовых бригад чудеса гибкости. Мы показывали, какие элементы мы умеем. То есть базовые элементы самого легкого, начиная до самого сложного. Это мы проводим, для нас это очень недавно начали новые показательные выступления, для того, чтобы просто привлекать людей, молодежь, чтобы молодежь занималась этим направлением, потому что достаточно интересное направление интернет. Молодежь из отрядов мэра команда «Стритворкаут» собирают впервые. Для ребят сделали не только показательные выступления, но и провели мастер-класс по базовым упражнениям. Тагильчанин снова стал лучшим. Летающий лыжник Вадим Шишкин вернулся накануне из города Чайковский. Там он завоевал второе место на шестом этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Опередил его спортсмен из Перми Артем Мутев. Тройку лидеров замкнул Алексей Ромашов из Санкт-Петербурга. Спутник набирает обороты. Две победы подряд одержала тагильская ледовая дружина. Кубок Урового вагонзавода стартовал в выходные. Сначала спутник разгромил ямальских стерхов. Матч тагильской команды начался с атак хозяев турнира. Уже на третьей минуте они открыли счет. Тони Дауман точным броском шайбы поразил ворота Павла Попкова. Гости в долгу не остались. Ренат Шамсулин пришел на помощь своей команде. Однако через 15 секунд Руслан Нурдинов вывел спутник вперед. Две шайбы во втором периоде и еще три в третьем. Итог матча 7-1 в пользу тагильской ледовой дружины. Еще одну игру провел спутник с челябинским челметом. К слову, в прошлом сезоне нынешний тренер тагильских хоккеистов Евгений Галкин возглавлял эту команду. Основное время завершилось ничью 1-1. В серии буллитов победу нашим спортсменам принес точный бросок Асхата Рахматулина. В эти минуты спутник сражается за победу против Зауралия. Завтра пройдут финальные игры и закрытие турнира. Анна Хабарова, Вадим Усков, Анатолий Тютин. Новости спорта Тагил ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова